если бы меня попросили назвать самый стильный автомобиль женевской выставки 2016 года то возможно я бы не упомянул не супер не о гипер карах а вспомнил бы вот об этом автомобиле о volvo v90 на базе нового флагмана представительского седана шведы сделали потрясающе аристократичный универсал рассуждать об объеме багажника в данном случае глупо потому что эта машина делается не для того чтобы в ней что-то возить а скорее для того чтобы подчеркнуть собственную демократичность сочетании с глубоким аристократизмом в конце концов настоящая аристократия всегда была довольно скромна и стремилась продемонстрировать свою приверженность определенным допустим семейным ценностям и подобные универсалы как нельзя лучше эти ценности подтверждают так что совершенно не важно что здесь сзади всего лишь 1526 литров и это меньше чем у мерседеса е-класса и пятерки бмв бог с ним этот автомобиль сделан с большой заботой о человеке и пусть он не способен вместить себя двухкамерный холодильник зато он способен защитить водителя и пассажиров от большинства неприятностей которые таит в себе дорога ну во-первых до 130 километров в час автомобиль способен самостоятельно удерживаться в своей полосе движения если конечно нарисована разметка во вторых он умеет считывать обочину и определять разницу фактур между асфальтом и тем что находится справа или слева от него и помимо уже известных систем которые скажем позволяет автомобилю экстренно останавливаться перед внезапно появившимся перед капотом пешеходом либо затормозившим впереди автомобилем эта машина умеет еще в темноте распознавать посторонние предметы включая диких животных то есть скажем если на дорогу выбегает лось его не заметили машина сама предпримет все для того чтобы не произошло столкновение или минимизировать последствия этого столкновения и все это прекрасно вписывается вольфовскую концепцию 2020 а ведь шведы хотят чтобы в их машинах 2020 году не получали тяжелых увечий люди и тем более не погибали они идут по этому пути весьма уверенно снабжая каждое новое поколение машин электронными системами обеспечивающими автономную безопасность безопасность который не зависит напрямую от действий водителя что касается механической части то здесь все как у автомобилей построенных на новой вольверской модульной платформе то есть xc90 и седан с 90 под капотом рядные двухлитровые четверки разной мощностью ну а в топе это 408 сильная гибридная силовая установка эта версия будет называться т-8 но и остается только добавить что мы все эти радости ощутим исключительно на уровне седана поскольку вот эти красавцы на наших дорогах официальным образом появляться не будут и и и и и и и и